МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наследники волжских булгар и кипчаков, сплоченный, работящий, рачительный народ. Татары – это второй по численности этнос в России. В стране проживает 5 миллионов татар, 2 миллиона в соседнем Татарстане, почти 95 тысяч в Самарской области. Татарские дома, как правило, деревянные, с резными наличниками и балкончиками. Их красили в яркие цвета, но чаще всего в зеленый. Татарские семьи всегда были большими, в доме селилось несколько поколений. По традиции у татарского населения младший сын должен был в своей семье оставаться с родителями. Поэтому комната делится на несколько частей. Жили три поколения в одном доме. Родители, значит, дедушка, бабушка и молодая семья. На кухне обязательно большая печь. Она похожа на русскую, но отличается тем, что сбоку был котел, в котором готовили еду. У нас в основном это еда, суп, лапша домашние, каши, картофельное пюре, гуляш, мясо. У нас в основном на второе мясо кусками нарезано. На полу было все, накрывают, садятся. Вот у нас даже специальные коврики есть для этого, чтобы сесть на них. И ели вот все, порвнув всем. Главная особенность татарского дома – сяке. Большая лавка, которая заменяла днем стол, здесь усаживались пить чай, а ночью кровать. Татары любят тепло и комфорт, поэтому в доме всегда много подушек, пуховых одеял и перин. На подушках сидели бабушка Эби и дедушка Бабай. Укладывали подушечки и в люльку малыша. В каждом дворе разводили гусей, уток и кур, поэтому перья были в ходу у хозяек. Из перьев делали вот такие кисточки, для того, чтобы с маслом блины не там рождали. Испокон веков любили татарки развешивать в доме разноцветные яркие занавески. Их, а также скатерти и полотенца женщины расшивали народными узорами. Это растительно-цветочный орнамент, поскольку изображение живых существ запрещает создавать религии. Особое отношение в народе к вышитому татарскому полотенцу. Его было принято вручать в качестве награды Батыру-победителю на Сабантуе. Им одаривали на свадьбе родственников. Жениха украшали стены дома. Вышивка обязательно присутствует и в национальном татарском костюме. Основу женского костюма составляет рубаха-платье кульмек и штаны шаровары. Сверху удлиненный жилет камзол. У женщин был длинный рукав, если это была горожанка. Тем самым она показывала, у нее был прям длинный рукав, то есть были только кончики ноготочков видны. И она тем самым показывала, что я не работаю, если это была горожанка, то есть, соответственно, у нее была прислуга. А если брать уже деревенских жителей, крестьянок, то у них было платье с оборками, рюши по низу, рюши по рукаву, может быть и не рюши, может быть просто рукав. Когда женщина засучивала рукав, то есть, естественно, по хозяйству. Тесто месить, полы мыть. И бедные, и богатые женщины носили нагрудник, изю. Его украшали в зависимости от достатка. Сколько мы, конечно, с музеями изучали, да, вот с татарской школой, мы пришли к выводу о том, что все-таки изначально это было нижнее женское белье. Это была перевязь, то есть она одевалась через шею и завязывалась на спине. И он закрывал большой разрез в рубахе. Позже, конечно, женщины уже его начали украшать. У изю было много предназначений от бытового до сакрального. В первую очередь это было изделие для тепла, потому что изделие на подкладке. Во вторую очередь это было изделие от заглаза, потому что было усеяно камнями, монетами, позументами, тесьмой, лентой, бисером, бусами. Вот. И с обратной стороны всегда был мешочек для маленького каранчика. Либо там суру были из карана. Еще одна деталь женского гардероба, которую тоже старались богато украсить, перевязь хасите. Женщине с маленького возраста, девочке уже, что все, какие-то монетки, бусинки, браслетики, что-то дарелось, она все нашивала. Допустим, если она уже, будучи замужем, муж подарил ей какое-то украшение, она все нашивала. Это была ее страховка. Если вдруг, не дай бог, женщина ругалась в семье, то женщина должна была уйти в том, в чем она есть. Поэтому это была ее страховка. Она могла продать эти монетки и жить какое-то время. Традиционная прическа татарской женщины – две косы, которые украшались накосниками с монетами. Их носили с детских лет и до преклонного возраста. Создание накосников – настоящее искусство. Для зажиточного населения украшения создавали ювелиры. По звону монет на косах татарскую девушку было слышно издалека. Носили женщины и серьги, браслеты, кольца, но главным украшением были головные уборы – калфаки. Если брать из старины, то это была обычная белая шапочка, такая длинненькая, где-то 70-80 сантиметров. И она оставлялась друг в друга. Женщины начали пришивать кисточку. Калфак он назывался. Потом налобную часть, укащащак она называлась, начали расшивать также, потому что татарские женщины всегда хотели выделиться, всегда хотели быть красивыми. Традиционный татарский мужской костюм состоит из свободной рубахи и штанов. Рубаха была длинная, до середины бедра. Подвязывалась кушаком. Кушак у нас идет на две стороны, то есть по бедрам. Но здесь в данном случае нет кушака, потому что здесь хотели такой длинный жилет – камзол. Камзол, соответственно, тюбетей и штаны. Штаны с широким шагом. На лошадях скакали, и для широкого шага, чтобы мужчина мог подняться на лошадь, чтобы штаны не рвались, был широкий шаг. И, конечно, голову мужчины должна была прикрывать тюбетейка. Простая для чтения намаза, которую можно свернуть и положить в кармашек, либо праздничная, богато расшитая. Для украшения тюбетейки используют национальные узоры один из основных – тюльпан. Вот он тюльпан, здесь пошел листок, здесь опять пошел тюльпан, и здесь уже соединительные виточки такие. Татары, как подмечали те, кто приезжал к ним издалека, всегда отличались исключительной чистоплотностью. Особое значение чистоте и личной гигиене придает религия. Есть такой кунган, чайник с носиком. Это кунган называется, это у всех мусульман. Это для того, чтобы сделать обряд омовения, чтобы идти в мечеть, читать молитву, или Коран, если, чтобы в руки даже брать, нужны там обряды. Коран – священная книга мусульман, тоже неотъемлемая часть татарского дома. Открывается она справа налево, и читается тоже справа налево. Смотрите, здесь вот очень много знаков, это правило чтения, именно чтения Корана. И читается она тоже справа налево. Бисмилляхи рахмэн и рахим. Вот таким образом. И читается мелодично. Предки татар, волжские булгары, приняли ислам более 1100 лет назад, в 922 году, на 66 лет раньше, чем Киевская Русь приняла христианство. Мы гордимся, что проживая на этой территории, мы сохранили эту религию, сейчас ее проповедуем и надеемся сохранить для будущих поколений. Сохранение традиций – важная часть татарской культуры, и религия в числе основных элементов национальной идентичности. Татары всегда очень щебетельно относились к своей культуре, своим традициям, в том числе к своей исламской традиции, потому что с 9 века татары, булгары, потом татары, они исповедуют здесь все время ислам. Дважды в год татары-мусульмане отмечают религиозные праздники. После священного месяца Рамадана, когда верующие соблюдают пост, читают молитвы и совершают благие дела, наступает праздник разговения у Роза-Байрам. В Самарской области верующие собираются на совместную трапезу ифтар. Через 70 дней мусульмане отмечают праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, время окончания хаджа, паломничества в Мекку. В Куране Аллах говорит, не доходит до Аллаха ни мяса, ни кровь в жертвенных животных, а доходит ваше богобоязнение, ваше намерение, это желание стать щедрым в этот месяц, гостеприимным таким, тот, который оказывает уважение семье. Поэтому, наверное, мы внутренне больше радуемся этому празднику. Чтобы дети не оставались в стороне, для них в Самаре устраивают детский Курбан-Байрам. Ребят знакомят с традициями ислама в форме игры, проводят викторины и конкурсы. Больше времени уделять семье. Совместное общение, совместные выезды, путешествия, это всегда сплощает людей. То есть, внимание при любом раскладе, внимание нужно оказывать. Еще один праздник, который объединяет всех татар, Сабантуй. Он не имеет отношения к религии и восходит к древним обрядам. Земледельцы праздновали свадьбу плуга сначала до, а потом после посевных работ. Сегодня народ отдает дань уважения традициям, поэтому Сабантуй в Самаре всегда проходит дружно и весело. В праздники принимают участие татарские национально-культурные объединения. Их в Самарском регионе зарегистрировано 11. У нас есть свои татарские школы, у нас выпускаются две татарские газеты, есть свои три ансамбля в Самаре. Вся наша работа татарской автономии направлена на то, чтобы сохранить язык, культуру, традиции татарского народа. Традиции, обряды, культуру, родной язык татары стремятся передать будущим поколениям. Ведь, как гласит народная мудрость, какова яблоня, таков и плод. Редактор субтитров А.Семкин